так ну давайте мы теперь займемся тем что нам необходимо то есть нам надо с вами научиться подключать всякие разные текстуры и их не вспомогающие да то есть там где рафниц то есть шероховатость и там бамп называемая нормально здесь называется почему-то так ну что ж тогда мы возьмем вот этот кубик не озадачиваемся моего разделением возьмем сразу же сейчас здесь поставим секундочку поставим здесь и видит а вот она здесь получена здесь как-то будет только вот так вот так мне больше нравится а здесь поставим имидж эдитер почему оппозитор и нам надо шейдинг вот шейдер эдитер вот все шейдер эдитер поставили теперь пойдем сюда возьмем перейдем в объект редактирования вот он сразу разложил он попробовал smart объект проект будет ли то же самое это вот так разложил это странно это вообще странно пускай уж лучше то хорошо то есть как только мы выделим это дело здесь появляется теперь нам нужно имиджи сделать новый вот наш материал и материал наш будет эта текстура естественно так давайте вот д д текстур имидж текстура давайте поищем какой текстуры допустим сейчас найдем какой текстура хочу чего-нибудь ржавая туда поставить бленда текстуры забыл как ржавчина по-английски называется так ну-ка сейчас пробуйте металл плата металл поэнтинг металл а вот тут есть какой интересный металл во 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 это 20 22 пинге хорошо давайте пойдем 22 где 22 и нам нужно будет во первых вот этот суда скинуть есть а потом нормали суда скинуть и и вот так вот такие нам нужно хорошо первое что мы сделаем и соединим вот это так имиджи текстур подождите нет по мне это надо но вот этот это диффуз у нас значит он отвечает за как только мы кликаем тут появляются все эти на у нас отвечает за basic колор вот так вот он ответил теперь нам нормали вы знаете нам надо к нормальным призобачить так еще один это мало им такого да так им еще надо еще нормальным и так нормально пишем откуда я должен это все знать нормальным вот вот я сейчас соединю его скажу вот здесь никакого колора нам не надо да то есть где-то здесь есть но колор а этот колор соединим вот с этим а нормали соединим с нормальными вот так хорошо а вот этот мы соединим рафниц соединим просто с рафницом да но у него тоже есть свой прикол то есть тут как-то ребята все по-своему делают у него есть свой прикол называется что-то с колором связано сейчас color ramped то ли вот color ramp и это определенно там и теперь мы видим что здесь ничего не происходит объект вот сюда вот так я бы не сказал что тут прям дофига чего ну можно конечно а нет можно вот тут регулировать вот здесь десять тысяч и получается у нас ржавчина ну и вообще я вам скажу так без света тут вообще делать нечего да то есть давайте мы сейчас во первых пойдем вот сюда и скажем что нам надо бэвел это большой бэвел ну вот так 0,2 достаточно так вот видите он проявился и вот этим мы регулируем то ли он будет у нас мягкий то ли сильный ну вот так допустим да и он очень хорошо все двигается отлично так здесь мы сказали что материалов у нас не будет color не будет да нет не сказали вот здесь но у color вот так color не будет вот мы можем делать светлее или темнее вот какие то там блестяшки делать еще вдобавок если мы захотим так давайте посмотрим что у нас тут есть материал вот он там металлик так тут мы можем регулировать еще так спекуляр или мы добавим или уберем это тоже наше дело да то есть они взаимно работают что здесь что там хорошо и теперь мы подключим сюда так так ну давайте сделаем что мы сделаем сейчас убитый находимся пойдем сейчас моделинг так моделинг пришли тут темно скажем plane и размножим это дело вернее увеличим это дело но на плейне там вообще не надо этого с какого рожна просто случайно зацепил ага так нельзя так тут вот что такое это дело в том что это все произошло потому что я все время забываю эту вещь мы должны зайти в объект мод теперь здесь сделать себе plane и он не должен быть никакого color не должно быть здесь идет ноль да вот все правильно теперь он должен пойти вниз теперь он должен пойти вниз сначала так теперь вниз сейчас поставим камеру камеру камера скажем что нам нужно view чисто кубик снимать нажимаем ноль видим что у нас очень много так 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 где наш план то он никак не отрывается этот план потому что потому что все ази х вот так и теперь сделаем большую и еще сверху давайте с этим сверху В чём так это? Я не знаю, как не родной. И теперь возьмём какой-нибудь свет. Лифт. Поднимем наверх. Увеличим радиус. И опять же наверх. Так. И посветлее сделаем его. Вот так. Так. Видим, что нам надо его опустить. Сейчас это. Ну, а тут всё зависит от того... Допустим, сейчас у нас стоит... Рендер стоит у нас. И возьмём size вместе с компьютером, да? Так. Так. И здесь можем... Так. Размер. Размер, 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 размер. Размер у нас здесь. Сделаем для пробы... Допустим, 800 на 600. Нет, это мало. 1000 на 750. 750. Хорошо. Вот мы сделали. Так, рендер можем увеличить до 524. Хорошо. Далее. Здесь мы размер сделали. 1750. И вот здесь мы можем подключить какую-нибудь текстурку. Типа сейчас подключим. Открою. Нам надо HDR. Blender. Текстура. HDR. И вот здесь такое, чтобы... Ну давайте вот студию возьмём. И всё. Вот студия взялась. Хорошо. Да, даже этот play-наминам не нужен. Point 10. Play-наминам не нужен. Point 10. Вот такой ржавенький кубик. Ну что, пробуем. Да? 12. И смотрим, что у нас получилось. 嗯. Хорошо. Так, ну, мы можем теперь point отключить, в общем-то, нет, чтобы работал только этот HDR, правильно, правильно, началось. Так, ну, в итоге мы с вами получили такой ржавый кубик, да, сейчас мы его сохраним, image save, как на десктопе, это будет, что у нас, это будет у нас cube. Кубик.